Здорово, котаны! С вами я Олег Гром и мы начинаем тесты тактического фонаря Red Heat. Ну что, друзья, посмотрим, на что он способен. Испытание водичкой. Решил я вначале проверить его на водичке, потом уронить с высоты и еще раз проверить на водичке. Так, включаем. Видим, много живности плавает здесь, комарики всякие. Давайте включим его на максимуме, чтобы я смог его найти в этой дождевой воде. Ну что, глубина, ну как раз метр глубина здесь и есть. Доставать, правда, потом будет не очень удобно. Ну что, поделать. У меня вот все вызывает споры, вот эта вот кнопочка, выдержит ли она воду или нет. Поехали. Та-да-дам! Там-дам-дам-дам-дам! Так, идут пузырьки какие-то небольшие. Все, кончились. Ну что ж, что ж, что ж. Пускай там и остается. Достаем. Ох ты, ешкин, вот, одежды. Вот так вот. Из глубин. Выключаем. Нет, это режим. Выключайте здесь. Разберем, посмотрим. Или уроним. Тесты так тесты. Пойдем ронять. Ронять будем с высоты 1 метр. Тоже включим его. И... И уроним. На голову. Или боком. Не, ну это же тактический фонарь. Поэтому. Роняем, как уронится. Поехали. Та-та-та-та-та-там. Работает. Давайте на голову. Выдержит ли стекло или нет. Давайте на хвост. Что ж такое. Давайте просто вот так вот его кинем. Как будто бы он у нас выпал из руки. Мы идем такие, светим, светим. Все тактические. И тут он у нас выпадает. По-моему, он стал грязным. Сейчас отряхну от воды и заглянем внутрь, что же произошло. Разбираем, выключаем, отворачиваем. Кстати, сразу хочу сказать, что очень легко отворачивается благодаря тому, что резьба анодированная. Но внутри все сухо. Отвернем голову, посмотрим со стороны головы. Давайте. Абсолютно нормально и сухо. Сухо и комфортно. Идем дальше. Ночные тесты. Вот он, наш красавец Прометей. От фирмы RedHit. Тактик. Тактик как тактик. Давайте начнем с максимального режима. 720 люмен. И поэтому, значит, минимальный 40 люмен, потом 100 люмен, 280 люмен и снова максимальный. Поехали. Это максимальный режим. Значит, что я могу сказать визуально. Смотрите, бьет вдаль, но четкого ход спота нет. Он размытый. То есть, текстурированный рефлектор дает преимущество такое, что получается заливной дальнобойный свет узким лучом. Вблизи он вообще ярко ослепляет. Это вот 720 люмен. До объекта, который вы видите вдалеке, до стены, примерно 50 метров. Будет ли он бить на 200 с лишним метром, как заявлено. Это вопрос, конечно, тот еще. Но там заявлено по ANC. Так что, скорее всего, да. Визуально разглядеть что-то можно метрах на 150. Это точно. Проверял, ходил. Так, давайте режим посмотрим. Видите, сколько пыли вечером, кстати. Поехали. Вот наш режимчик 40 люмен. Вполне приятный режим. Можно пользоваться, когда, скажем, мы передвигаемся по лагерю, либо подсветить что-то в доме ярче и не нужно. 100 люмен. 100 люмен. Ну, все знают, что такое 100 люмен. У многих фонари в этом районе работают. Поэтому здесь объяснять совершенно ничего не нужно. При этом на 100 люменах по дальнобойности он бьет довольно прилично. Тоже хорошо, это хорошо. Прям вообще отлично. Так, дальше 280 люмен. Вот этот самый, знаете, комфортный режим, на мой взгляд. Самый-самый комфортный. Оптимальная яркость. Не схлепит отраженным светом. Вот. В принципе, вот этот самый-самый оптимальный. Ну и максимальный режим это вот 720. Тут уж говорить нечего. Просто-напросто жжетенький. Просто жжетенький. Можно вот как лучом высвечивать мошек различных, играя во вторую мировую. Как будто это мистер-шмиты летают. Давайте рядом я включу Eagle Tech G25C2. Посмотрим. Его максимальный режим. Они, в принципе, схожи. Это у нас Прометей отсюда луч. Это G25C2. Вот я совмещу два ходспота. Ох, вообще прекрасно. Так. Выключаю Eagle Tech. Включаю Eagle Tech. И включаю максимальный. Вот можно по световому пятну, по отраженке уже увидеть, как они работают. Какой ярче на максимуме. В принципе, практически одинаково. Практически одинаково. Батареи стоят одинаковые. Блин, все комары сюда летят. Все мошки на этот яркий свет. Да, дальнобойка. Вот так вот. Значит, переключается это все на кнопочку. Но это все будет в обзоре. И, конечно же, режим Стробоскоп. Нажимаем и держим. Смотрим. Котейка пришел на нашу дискотеку. Стробоскоп меняется сам. Интенсивность меняет. Это не два вида. Это один. Он просто то чаще, то реже моргает. И при еще одном нажатии мы включаем снова тот режим, который был. Режим высвечивания котейки. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре режима и пятый Стробоскоп. Выключается все это кнопкой. Котейка говорит вам до свидания. На этом тесты окончены. Какие-то выводы уже сделаем внутри помещения. Наш Прометей от компании Red Heat прошел серию тестов. Самую обычную. Хард тестов не было. Краш тестов. Таких не было серьезных. Поэтому то, что было заявлено, мы проверили. Фонарь, в принципе, работает. По яркости мне он понравился. Во-первых, ничуть не хуже световой поток, чем у Eagle Tech. Это, что приятно. Глубокий рефлектор дает нам узкий направленный луч. Но за счет того, что он мятый, как вы видите, да? Луч узкий, но в то же время ход спот размытый. И получается заливной яркий свет. Вполне-вполне прилично. В общем, теперь остался у меня только обзор, где я все выскажу свои мысли, как плюсы, так и минусы по этому фонарю. Ну, и еще немножечко попользуюсь им перед обзором. Потому что нужно все-таки ощутить, как-то, что я все не могу остановиться. Восторгаюсь покрытием у фонаря вот этим вот анодированием. Очень классная. Кнопочка здесь, кстати, тоже идет из металла. Это алюминий. Он тоже анодированный. Камарик какой-то залетел. Вот. В принципе, в принципе, клипса. Ну, из того, что мне, да? Нравится. Очень-очень мощная клипса. После тестов нападения я ожидал на нем все-таки, что покрытие отойдет где-то. Закралась такая мысль. Думаю, может быть, что-то как-то слишком в нож хорошее. Но нет, друзья, появилось несколько вмятинок. Одна вот отсюда. Ее даже просто-напросто не видно. Я попытаюсь сейчас вам ее показать. Попытаюсь, попытаюсь. Вот. Вот она, вот она. Сейчас фокус. Вот. Вы ее видите. Я надеюсь, вы ее видите. И не нужно тыкать пальцем. Вот одна вмятинка. И с другой стороны вот она. Вот она вторая. Смотрите на границы тени и света игры. Видите, там небольшая вмятинка. При этом само покрытие не отошло никоим образом. Вполне прилично. Единственное, отошло покрытие вот на клипсе. Ну, что логично, потому что клипса покрашена просто какой-то обычной краской. Про клипсу хочу отдельно сказать. Она очень жесткая. Ну, просто очень жесткая. То есть, соскочить она у вас может, наверное, при очень-очень больших нагрузках. Потому что жесткость просто, ну, вообще, ух. С сравнением с тем же G25C2 у EagleTek, кажется, клипса мягкая. Ее можно просто руками без особых усилий отогнуть вообще. Вот. Ну, относительно без особых усилий. Сейчас я посмотрю, где он у меня лежит. Если рядом, то покажу. Да, он рядом у меня. Вот он. Сейчас покажу. Вот, смотрите. EagleTek'овская клипса. Какая она? Насколько она, видите? Она ходит. То есть, ну, в общем, она мягенькая. Очень-очень мягенькая. Здесь клипса просто жесткач. Просто ее... Я подковырнуть ее не могу пальцем. Вот с большими только усилиями. Это больно, потому что на пальце остается вмятин от нее. То есть, клипса норм. Здесь ничего не добавить, не прибавить. Ну, и кнопочка. Кнопочка мне. Весьма... Весьма интересный ход. Ну, мне кажется, что это будет одно из слабых мест. Если я решу провести все-таки краш-тесты более жесткие, это зависит только от вас. Чем больше лайков, тем больше вероятность, что будет краш-тест. Ронять его смысла не вижу. Покрытие выдерживает. Если, конечно, сильно бить, им будет где-то, может отходить. Что логично. Это происходит у всех фонарей. Какими бы они ни были, возьмем ту же катапульту с ее особо прочным покрытием. Но это настолько прочное покрытие, что я им забивал гвозди, как вы видите. Таким я малышом гвозди забивать не могу, естественно. Потому что он слишком мал для таких задач. Но все. Ждем обзора. Если есть какие-то предложения для краш-тестов, то можете их тоже написать. Но только не безумные, а такие, которые могут встретиться действительно вам в обиходе. То есть опускать фонарь в кислоту. Какой-нибудь я смысла не вижу. Если вы уж попали в кислоту, то неважно, какой у вас там фонарь. И выживет ли он после вас или нет. Никому до этого дела не будет. Прежде всего вам. Вот так вот. Ну все. Давайте. А то я сейчас буду тут целый обзор уже буду устраивать. Встретимся на обзоре. Мне еще нужно время, чтобы поработать им. Чтобы понять и сложить полное впечатление о фонаре. А не просто какой-то поверхностный. На этом все. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И делитесь видео с друзьями. С вами был я, Олег Гром. Более известен как Метатроныч. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok